В зале администрации района в режиме видеоконференц-связи прошла очередная сессия Совета народных депутатов, в работе которой принял участие глава района Заур Хамирсов. Народные избранники рассмотрели 9 основных вопросов. Прежде чем приступить к их обсуждению, состоялась приятная церемония. За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие розничной торговли в связи с празднованием профессионального праздника Дня торговли почетными грамотами Министерства экономического развития и торговли Республики Адыгея были награждены индивидуальные предприниматели Аслан Хуажев и Беслан Хупов. Грамоты вручил Заур Хамирсов. Также инженеру первой категории межрайонного отдела филиала Федерального государственного бюджетного учреждения Федеральная государственная палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастро и картографии Республики Адыгея Луизе Балоковой было вручено благодарственное письмо от администрации района за добросовестное исполнение трудовых обязанностей и в связи с 20-летием образования филиала. И еще одно приятное награждение. Звание «Почетный житель Аулака Шихабаль» был удостоен председатель общественного движения Адыгахаса Амин Непшикуев. Затем участники сессии перешли к обсуждению вопросов повестки дня. Первым выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Кашхабальский район за первое полугодие текущего года. Настоящим проектом решения предлагается утвердить исполнение бюджета муниципального образования Кашхабальский район за первое полугодие 2020 года по доходам в сумме 423 млн 605 425 руб. 96 копеек, по расходам в сумме 410 млн 173 482 руб. 55 копеек, с превышением доходов над расходами в сумме 13 млн 431 943 руб. 41 копеек. Второе. Принять к сведению информацию о расходовании средств резервного фонда администрации муниципального образования Кашхабальский район за первый квартал 2020 года. Проект решения у вас на руках. Как из него видно, сразу по второму пункту скажу, что средства резервного фонда в первом полугодии 2020 года не расходованы. Что касается исполнения по доходам и расходам, то исполнение по налоговым и неналоговым доходам за первое полугодие сложилось следующим образом. Составило 59 млн 113,2 тыс. рублей, это 35,6 к годовому плану. Годовой план 166 млн 245,9 тыс. рублей по консолидированному бюджету. В том числе и районный бюджет. Годовой план 108,5 млн. рублей, исполнение 38,1 млн. рублей, 35% к годовому плану. Бюджеты поселений всех вместе 57,7 млн. рублей годовой план, исполнение 21,1 млн. рублей, 36,5% к годовому плану. Что касается сравнения с прошлым годом, фактическое поступление доходов в текущем году имеет тенденцию к снижению по отношению к прошлому году по нескольким причинам. За аналогичный период 2019 года поступление составило консолидированный бюджет 65,664,6 млн. рублей, в том числе район 44,897,4 млн. Поселение 20,767,2 млн. рублей. То есть по отношению к прошлому году поступление составило в консолидированный бюджет 90%, на 6,5 млн. меньше, чем в прошлом году. Районный уровень 84,7% на 6,8 млн. меньше. Бюджеты поселений возросли 101,4% на 296,8 млн. рублей, больше, чем за аналогичный период прошлого года. Начальник правового управления администрации района Наталья Остапенко в своем выступлении охватило сразу несколько вопросов. Одним из самых интересных был вопрос об утверждении проекта положения о гербе и флаге муниципального образования Кашхабльский район. Семь депутатами Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район рассмотрен и принят проект положения о гербе и флаге муниципального образования Кашхабльский район. Ранее 10 марта 2020 года данный проект был направлен на геральдическую экспертизу в геральдический совет при президенте Российской Федерации в городе Санкт-Петербург. 11 августа 2020 года получен ответ от геральдического совета о том, что представленные символы получили положительное заключение и согласованы к использованию. Теперь для официального использования данных символов необходимо утвердить положение о гербе и флаге муниципального образования Кашхабльский район в окончательном варианте и направить в пакет документов геральдический совет для внесения в государственный геральдический регистр наших символов. Герб и флаг могут полноценно использоваться с того момента, как будут приняты Советом народных депутатов, в том числе и в период до государственной регистрации в геральдическом регистре. Далее были рассмотрены и другие правовые вопросы. Все они были приняты депутатами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова